Светлана Савченко 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 Это то, на чем будет основываться бюджет, это вот, что называется, сырьевая часть. Но есть и часть работающей промышленности. Самое главное, что нужно было в бюджете, это сохранить социальные обязательства. То есть то, что государство взяло на себя, оно должно выплачивать и делать. Зарплаты бюджетникам, пенсии пенсионерам, выплаты льготникам, все это должно быть. Дальше, нужно деньги на точки роста, экономика должна расти. Мы не должны проесть весь свой бюджет, мы должны его вложить в то, что даст нам новые доходы. И такой отраслью, например, стало сельское хозяйство. И когда закладывали бюджет, говорили о том, что все вложения в сельское отбородие не ниже уровня 2016 года. Все это сохранится. Для того, чтобы экономика работала, нужны дешевые государственные кредиты. И на это государство идет. И вот понимаете, вот это сочетание социально ответственной политики с тем, чтобы росла экономика, вот это и есть залог постепенного стабильного роста. У нас еще раз говорю, у нас не будет сказки, свалившейся с неба. Но зато у нас будет спокойная, стабильно выстроена жизнь. И мы будем знать, на что нам нужно рассчитывать. В этом смысле очень ответственно подошли. И я вам хочу сказать, все депутаты, те, которые уже опытные, да, мы-то первый раз крымчане, они говорят о том, что никогда еще работа над бюджетом не велась так продуманно, так тщательно, с такими подходами. Все министры приехали, все по очереди и по два раза, понимаете, обсуждать вот проблемы бюджетирования. Бюджет, это на 2017-2019 годы, правильно? Да, трехлетний. Трехлетний, да, такой он как бы комплексный получается. Это важно, потому что люди должны понимать, как планировать. Производство должно быть спланировано так, чтобы они предприниматели должны понимать, что государство гарантирует стабильность развития экономики. Это очень важно. И, конечно, знаете, мне кажется, что тяжело, да, вот мы говорим, но очень мне понравилось наступление вице-спикера Александра Жукова, который сказал, вы знаете, я помню, как я возглавляла бюджетный комитет, и бюджет страны был один триллион. Сейчас их 16, и мы все недовольны. Понятно, что всегда мы будем недовольны, денег всегда не хватает, да, но просто сравните, да, какой путь прошла страна. Ведь от, что называется, на коленках ножки Буша ели. А сейчас одна из самых влиятельных стран в мире. И рядом постоять с нашим президентом готов любой мировой лидер с радостью. Вот это же авторитет страны. Это наша с вами работа, это наш труд, и мы каждый на своем месте, вкладываем свою частичку в развитие Родины. Наши коллеги в Госдуме советуются и делятся своим опытом с вами. У вас комитет по культуре, правильно? Да, да. Какие вот еще конкретные, вот именно в этой сфере есть планы на будущее, помимо охраны природных объектов? Вот я свяжу, да, объекты охраны культурного наследия. Это важно, мы сейчас создали рабочую группу, которая будет заниматься тем, что будет выработан закон федеральный о том, что не только объект сохраняется, но и среда вокруг него, охранная зона. И все то, что касается объекта культурного наследия, должно быть согласовано. И никакой хаотичной застройки, которая будет портить, что называется, исторический вид. Вот всего этого не должно быть. Мы сейчас как раз этим законом работаем. Но я опять-таки хочу сказать, возвращаясь к бюджету, ведь по сути то, что в Государственную Думу в этот раз избирались депутаты от территорий, мажоритарщики так называемые, оно же внесло свои коррективы. Вы знаете, даже не ожидали того, что это будет, но в бюджет заложили определенные средства на то, чтобы материально и технически укрепить базу, прислушайтесь, муниципальных домов культуры. Насколько это важно? Потому что каждый депутат, который встречался с избирателем, он же прошел через это, он же знает, в каком это состоянии. Раньше этого не было. Вот этого не было. В этом бюджете, вот на 17-19 первый раз заложены, они не очень большие, но они есть эти средства. Понимаете, мы даем понять, что это важно. Точка роста культуры на селе, это очень важно. И, допустим, развитие так называемых провинциальных театров. В городах с населением до 300 тысяч человек театры будут получать государственную помощь для своего развития. Это очень важно, это важно и для Крыма, потому что, по большому счету, конечно, у нас есть такие города, в которых хорошо бы развивать наше театральное искусство. Это и есть, знаете, вот точки роста, оно же начинается, кажется, что всем командует экономика. На самом деле, вот если не будет правильно заложено вот здесь и вот здесь, не будет работать никакая экономика, человек должен понимать смысл своей жизни, а, собственно, очаги культуры. Все, наверное, смотрят проект «Синяя птица», да, на нашем центральном телевидении. Посмотрите, из маленьких городов какие талантливые дети. А если бы там всего этого не было, мы бы даже не увидели этих талантов. Вот это нужно делать. На самом деле человек в любом месте должен понимать, что есть эта точечка роста, с которой он может сделать что-то, чтобы всем людям радость принести. Светлана Борисовна, спасибо за беседу. Желаю вам успеха и правильно отстаивать интересы крымчан в государственной доме. Я вам напоминаю, у нас в гостях была депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Савченко. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»